всем привет в данном видео я хочу рассказать и показать как можно делать неплохие разделители гофмана на на бытовом ручном фрезере закрепленным на импровизированном столе или на на любом другом столе в верхнем правом углу можете перейти по ссылочке на видео в котором я показываю как я делаю разделитель гофмана на стационарных станках но в помощь начинающим пчеловодом особенно я думаю это будет не лишним то есть фрезер вот такой но где-то киловатт 500 ватт полтора киловатта ну можно и меньше любой мне кажется пойдет фреза где-то диаметром 40 высота не помню где-то 15 миллиметров также как и в случае со стационарным станком есть упор фреза выходит за упор на 6 миллиметров есть ограничитель то есть все что о чем я рассказываю я также использую на стационарных станках даже вот этот шаблон он оттуда кондуктор я с помощью него буду сейчас делать кто хочет посмотреть видео о кондукторе и как я там делаю принц принцип тот же самый то переходите по ссылочку которую я называл и в описании также даю ссылочку на это видео ну сейчас я по продемонстрирую вам как это все происходит как и в случае со стационарным станком я также использую такой вот шаблон кстати он оттуда берем за заготовку для боковой планки как я их делаю и все этапы есть видео которым по про которой я я говорил и даю ссылочку на него в данном случае рутовская рамка значение не имеет перестановкой вот этого упора вы добиваетесь нужно вам размера и ну необходимый вам вам размер планки дадан рут или 145 все можно здесь делать ограничиваясь только перестановкой вот это упора шаблон все то же самое я включу станок и мы посмотрим что получается Ну вот такая получается Боковая планка с разделителем Гоффмана Единственное что Недостаток это чуть-чуть Вот тут вот ворсиниться Но это может быть из-за того Что недостаточно острый инструмент Ну на профессиональных станках Стационарных этого нет Ну и это Я вам скажу не повод Чтобы так не делать В принципе по размерам По тому как она Выглядит это вполне себе Боковая планка с разделителем Гоффмана Ну вот я на этом же станке И такие планки Еще одну сделал В принципе ничего плохого Я сказать про этот способ не могу Единственное он вам не заменит Стационарного станка И того способа Но как вариант Вполне рабочий Так что кому интересно Пользуйтесь сделайте На первых порах Думаю он Послужит вам Хорошей альтернативой Ну всем пока Это небольшое видео Всего лишь как Может быть даже дополнение К тем видео В которых я рассказываю О производстве рамок На своей пасеке Всем пока До новых видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому